Нотикл Ченнел Да здравствует Франция! Легендарный Антуан Алво стал чемпионом Всемирной ассоциации виндсерфинга по слалому в девятый раз. А его соотечественница Дельфин Кузен во второй раз подряд стала лучшей среди девушек. Новости гонок Volvo Ocean Race Сначала нас ждет тур на мыс Доброй Надежды в Южной Африке вместе со старшим корреспондентом Себастьяном Дестремо. А потом в Абу-Даби начинается второй этап. Мы узнаем, как обстоят дела в Индийском океане. Карелло и Торренте должны быть осторожнее. Филипп Чиапе выиграл Гран-при в Абу-Даби и стал лидером рейтинга чемпионата мира H2O по гонкам Формулы-1. Агентство Associated Press испортило сюрприз, обнародовав важную новость. Бермудские острова, а не Сан-Диего были выбраны для 35-го Кубка Америки. Все с нетерпением ждут развязки. Поры уже в разгаре. NC Sports всегда в курсе событий. Французы по-прежнему остаются лучшими в мировом виндсерфинге. Антуан Албо и Дельфин Кузен подтвердили титулы чемпиона Всемирной ассоциации виндсерфинга в Новой Каледонии в прошлое воскресенье. За звание чемпиона 2014 весь сезон боролись французы – Сириль Мусильмани, Пьер Мартефон и Албо. Их схватка закончилась в райском уголке под названием «Нумеа» на последней гонке в этом году. Сегодня все было так же, как и в начале недели. Было очень трудно, но я где-то на 3,5 очка опережал Сириля. Поэтому ему было никак не обойтись без победы в финале. А мне нужно было оказаться в первой тройке. Он не хотел сдаваться, но и я тоже. А на пляже Ансвата Бен Вандерштейн из Голландии стал лучшим в последнем этапе сезона с самых первых раундов, не оставляя лидерам рейтинга никаких шансов. Летучий голландец легко обошел всех своих соперников, но Албо держался на втором месте, а Мусильмани и Мартефон стали соответственно пятым и восьмым. Албо уже ветеран. Ему 42. Он дважды подряд был победителем и лидировал в рейтинге с хорошим отрывом. Он снова получил отличные результаты и в девятый раз стал чемпионом Всемирной Федерации Виндсерфинга. Дельфин Кузен из Франции Я рада, что выиграла в первой и последней гонках. Все прошло отлично. Ветер был сильным, лучшего окончания года и представить нельзя. Я счастлива. Мы в Кейптауне, в Южной Африке. Попробуем поиграть в туристов и отправиться на экскурсию. Вы с нами? Сегодня мы будем просто смотреть. Мы опытные туристы, поэтому начали свое знакомство с городом с того, что потерялись. Хотя не важно. Мы с Доброй Надеждой расположены в 50 километрах к югу от города. Все туристы из Кейптауна направляются туда. Дорога очень узкая, извивается между горами, а затем спускается к живописным пляжам на побережье. Вокруг множество знаков о том, что на дороге можно встретить бабуинов. Они очень агрессивны, поэтому от них лучше держаться подальше. Пора обедать. Что может быть лучше, чем перекусить в местном кафе? Здесь можно попробовать национальное блюдо, паб с соусом и курицей. Очень похоже на угали, которые едят в Кении. И вот мы на мысе Доброй Надежды. Мы узнаем, что он не является ни самой южной точкой Африканского континента, ни границей между Атлантическим и Индийским океанами. Однако при движении вдоль побережья от экватора, именно у мыса Доброй Надежды, все суда начинают идти на восток, а не на юг. Вы смотрите новости из мира парусного спорта. Здравствуйте. Сейчас мы на самом краю Африканского континента, на мысе Доброй Надежды. За нами океан. И где-то вдалеке Антарктика. Прошло несколько часов с момента старта великолепного второго этапа. Семь сильных команд гонок Volvo Ocean Race и 140 тысяч участников виртуальной регаты обошли мыс и направились к Абу-Даби. Как и ожидалось, старт второго этапа в Кейптауне был очень зрелищным. В Южной Африке тепло простились с участниками гонок Volvo Ocean Race. В начале второго этапа, когда мыс Доброй Надежды остался позади, команды поторопились на восток. Вскоре они начали поворачивать Форда Винд, готовясь к борьбе на 40-х широтах в Индийском океане. С самого начала было понятно, что второй этап будет непростым для всех команд. Больше 6 тысяч морских миль отделяют их от финиша в Абу-Даби. Они сразу же ощутили влияние атмосферного фронта у берегов Антарктики. Все ждут улучшения результатов команды Альби Медика из Америки и особенно испанцев из Мапфре. Для них первый этап мог сложиться и гораздо удачнее. Франко-китайская команда Донг Фэнк занимает второе место в общем рейтинге. Они в числе фаворитов гонок Volvo. Команда Веста с из Дании и команда SCA шли за Абу-Даби. По крайней мере, до тех пор, пока победитель первого этапа, лидер гонок Иэн Уокер не обошел команду Брунель и повернул Ford Wind на север, избрав нестандартный западный маршрут. И снова команды идут вплотную. У берегов Мадагаскара их ждет более слабый ветер. Навигаторы и тактики изо всех сил стараются справиться с высоким атмосферным фронтом и поймать попутный бриз. В гонках участвуют новые лодки с единым дизайном, поэтому конкуренция стала выше, чем когда-либо. Регата превратилась в игру на выбывание, и никто из участников не готов сдаваться. Теоретически идти на восток всегда проще, но на воде ничего нельзя утверждать наверняка. Пока что команда Абу-Даби единственная движется на запад. В то время как Брунель идут чуть впереди остальных. На несколько миль от них отстает команда SCA. В прошлой гонке омрачила угроза встречи с пиратами. В этот раз все в порядке. Зона от Мадагаскара до Персидского залива официально считается безопасной. В следующих выпусках мы расскажем больше о втором этапе. А также не пропустите наш специальный получасовой обзор с последними подробностями гонок Volvo Ocean Race. Кто-то лишь мечтает попасть в Эмираты, а кто-то уже там. Спросите Филиппа Чьяпы из команды CITC, который был впереди всех на гран-при в Абу-Даби от старта до самого финиша. И стал лидером общего рейтинга чемпионата по гонкам H2O. Француза было не остановить. Это было ясно уже после его времени на квалификации. Он обошел действующего чемпиона Алекса Кареллу из Италии. Сегодня все сложилось идеально. День невероятный. Все было так, как и должно было быть. Сначала я очень боялся, что с мотором что-то не так, но на первом же повороте понял, что ошибаюсь. Все шло как надо, а значит я мог выиграть. Для меня это самый лучший день. Сегодня у меня день рождения. Я очень рад за себя и свою команду. За два дня мы многое сделали. Я получил самый лучший подарок. Чьяпе прошел дистанцию за 47,60 и получил лучшее время на круге. Он пришел к финишу на 6 секунд раньше американца Шона Торренте и на 30 секунд раньше местного героя Ахмеда Аль-Хамели из команды Абу-Даби. Алекс Карелла занял только пятое место. Он проиграл в двух этапах и лишился шансов на четвертый чемпионский титул. Теперь ему нужно выступать идеально, потому что до самого конца за победу будут бороться три участника. Все решится в последнем этапе гонок H2O. Все команды встретятся в лагуне Халид в конце декабря. Там пройдут 15-е гонки Шарджа Гран-При. Недавно агентство Associated Press опубликовало информацию, ставшую неприятным сюрпризом для защитника 35-го Кубка Америки Ларри Эллисона. В качестве места проведения гонок были выбраны Бермудские острова, а не Сан-Диего. Организаторы Кубка Америки официально подтверждали выбор в пользу Карибского острова, который, как и всегда, должен был стать одной из остановок Кубка в октябре 2015-го. Гонки пройдут на небольших лодках класса AC-45. Но мало кто ожидал, что гонки 2017-го года в более крупном классе AC-62 пройдут так далеко от большинства зрителей. 2 декабря в Нью-Йорке пройдет официальная пресс-конференция, но теперь сюрприза на ней уже не будет. Пора заняться разрешением противоречий. Согласно данным агентства, все решилось таким образом из-за более благоприятных условий для всех команд. Но некоторые критики, например, Grand Alton уже высказались о не лучшем географическом положении и демографической ситуации в столь удаленном регионе. Это может повлиять на политику спонсоров гонок. Информация о Кубке основана на достоверном источнике, пожелавшем остаться неизвестным. Пока что ожидается официальное подтверждение. Но очевидно одно – раскрылся очередной ларец Пандоры, полный противоречий, связанных с Кубком. Больше подробностей в наших следующих выпусках. Время почти пришло. Помните, с 6 по 14 декабря пройдет всемирно известная парусная выставка в Париже, где будут представлены лучшие лодки, а также все сопутствующие продукты и услуги и не только. Поднимайтесь на борт вместе с командой Nautical Channel. Мы расскажем вам обо всем, что будет в Порт-де-Версаль, о последних тенденциях и ожиданиях на сезон 2015. В наше время истекло, но это далеко не все. Проведите незабываемые мгновения в раю. Посмотрите на полный обзор Кубка Всемирной Ассоциации Виндсерфингов в Нумее в нашем специальном выпуске. Вас ждут интервью и лучшие моменты. Только на Nautical Channel. NC Sports. Всегда в курсе событий.